Добрый день! Сегодня анбоксинг. Это кубик 3х3 от компании Chiima Fungi Thunder Club V3 Магнитный. Выпускаю также немагнитную версию, непонятно зачем. Коробочка вот такая вот хитрая, сдвигается с двух сторон и внутри нас ожидает кубик. На этой коробочке M и иероглифы. Сам кубик картонная и микроинструкция по-китайски в основном по-китайски вещи не нужны, поэтому сразу их убираем. Оставляем красиво стоять на фоне. Интересен сам кубик. Для торопливых сразу скажу, что это очень хороший куб. Наверное, единственный конкурент ULONG V2M в этом ценовом сегменте. стоит брать однозначно, если у вас нет топовых кубов. Но даже если и есть, то как бы попробовать, или как запасной куб тоже вполне подойдет. Тундерклэп — это достаточно старая модель кубика, если вспоминать версию 1 и версию 2. И о них в каждый свой период времени отзывались неплохо. Первый кубик, особенно Тундерклэп — Тундерклэп Нью. Многим влюбился. У него в комплекте был бокс. У первого Тундерклэпа в комплекте шел мешочек, кажется. Достаточно удачная модель, но не уже давно в прошлом. Помимо бюджетных моделей Мфанк выпускал топовый кубик Валк по имени Матса Фолка. К нему потом улучшенную версию Валк Повар М, хотя многие Валк Повар не оценили, но это был первый, по-моему, от них кубик с магнитами. И совсем недавно Валк М. То есть это тот же самый Валк, но в него вставили магниты и выпустили совсем недавно. Про него видео было на канале, кому интересно, посмотрите. И как бы обещали Валк Элит или Лайт, но мы его так и не дождались, поскольку конкуренты выпускали все более-более совершенные кубики. Ну вот решили выпустить бюджетную модель средней ценой категории с магнитами, без магнитов. И сразу могу сказать, что все вот это вот, все, что было, оно сразу теряет актуальность по сравнению с этим кубом. Это отличный кубик средней ценой категории, который мало уступает в топовые модели. В прошлый раз я хвалил трешку Elon KV2M. На ней я обновил свою сотку и был очень доволен. Теперь их два. Кубики, которые достойны тех денег, которые за них просят. Они мало чем уступают топовым моделям. То есть, мой основной куб Elon KV2M. Но сотку в очередной раз я обновил на вот этом бюджетном кубике. Да, уже вплотную приблизился к отметке в 16 секунд и перешел бы ее вниз, если бы не подготовка в чемпионатах, где я просто перестал крутить эту тысячу. Сегодня докрутил. Конечно, уже результаты чуть хуже, но все равно я трешкой очень доволен. Если сравнивать с Elon KV2M, то он чуть-чуть потяжелее, чуть-чуть посильнее магниты, чуть-чуть более контролируемое вращение. А так на определенной стадии, после сборок 600-700 они стали очень похожи. То есть первое вращение мне сразу напомнили кубик Aulong GT. Не GTS, а GT еще и Aulong, а не V-Long. Кубик от компании Moe, который вот такой тяжеленький я слышал, особого распространения не получил, но мне запомнил все. Он мне единственный в сером пластике, но такой достаточно нестандартный куб, у кого есть тогда можете понять. То есть он такой тяжеленький. И по сравнению с V-Long, с E-Long Thunder Club тоже немножко тяжеленький, но не так сильно, как Aulong. Вот так он примерно вращается. Давайте пару сборочек сделаем. Сейчас компания MoeFang анонсировала кубик, кажется, он называется Wu Wei, если я не ошибаюсь. И если тот кубик будет превосходить Thunder Club, то это будет очень хорошо. Абсолютно комфортное вращение. Он не особо шумный. конечно не совсем тихий, но приятный. Обычные классические цвета, то есть тут отличий особых нет, того же E-Long. Может быть чуть-чуть потемнее красный, а хотя не, зеленый посветлее. Но мне это в глаза не бросилось. Логотип такой золоченый, компания MoFank это делает на магнитных версиях своих кубиков. И куб отличный. Если у вас какой-то немагнитный кубик, и вы подумываете о том, чтобы купить топовый, можно смело брать. А если у вас есть топовый магнитный куб, то на свое усмотрение, просто для интереса. Я не скажу, что он лучше топовых моделей, но явно не хуже. Мало чем уступает, и на нем можно собирать за любое время, которое доступно своему сборщику. То есть я после топового куба свое время улучшу. Я думаю, те, кто собирают раз-два быстрее меня, тоже спокойно могут показать на этом кубе хорошие результаты. Понятно, что название Thunderclap это скорее всего соображение маркетинга сделано. На всякий случай давайте что-нибудь сравним. и сравним мы строение V3M с каким-нибудь тундерклапами обычными и, наверное, PowerM вот с этими кубами. Слева первый тундерклап, справа третий. Мы видим, что здесь, во-первых, цветная версия, но здесь не крашеный пластик в основе лежит, и блокиратор какой-то исчез из третьей версии. Ну и так, ребра похожи только номинально. Углы на третьем рельсе, на втором их практически нет. принцип другой. Опять здесь ножка из не крашеного пластика. Опять исключительно для интереса слева второй тундерклап. Справа опять третий. Уголки. Как бы разные кубы. Ну и максимальное сходство у нас с начинается с не крашеного пластика. Ну и так мотивы похожи. То есть рельсы если видно их на камере похожи. Ножки немножко изменились. Тут у тундерклап какое-то отверстие есть. у повара нет. Ну как-то вот так. Ну вот максимальное сходство. Уголки вот с этой стороны почти одинаковые. Но у тундерклапа рельс поменьше. Две направляющих. Тут три. И вот с этой стороны углы тоже отличаются. немножко немножко другое. Ну хотя общее сходство есть. То есть здесь как бы ступенька. А здесь все скруглено. Ну больше всего похож на Valk 3 Power M. Куб который топовый. Топовый для компании Valk. И соответственно для компании Chiama Fangi. И на данный момент это самый топовый куб который у них есть в продаже. Ну Valk 3 я не считаю поскольку это просто старый куб который ставили магнитики. Таким образом получается что Thunder Club V3 это версия кубика которая очень похожа на Valk Power M. Крутится как по мне приятнее и стоит значительно дешевле. То есть в данный момент совершенно неразумно покупать Valk 3 Power M. гораздо разумнее брать Thunder Club. Ну это если рассмотреть продукцию компании Chi. Ну как бы на всякий случай проверим углорез. Так не режет. Чуть поменьше режет. Как бы проблем мне это никаких не доставило. Флипнуть уголок невозможно. По крайней мере вот серьезным усилием уголок не флипается. и шум сборки вот такой. Отличный куб. И как бы встает вопрос а что же брать Yulong 2M или Thunder Club 3M. Оба куба достойны. У Yulong пусть лаконичная, но достаточно красивая упаковка. от Thunder Club она хоть не более полезная, но все-таки повнушительнее выглядит. То есть если кому-то захотите дарить что-то, то наверно Thunder Club выглядит посимпатичнее. Хотя и вот этот радужный такой весь переливающийся Yulong тоже выглядит неплохо. Это редкий кубик от компании Chi Mofang за последнее время, которым я остался доволен. Как бы секрет удачи здесь уже становится понятен, а куб должен быть не особо дорогим и очень хорошим. Но на самом деле, даже если кубик будет стоить какие-то более серьезные деньги, то это не значит, что я его оценю обязательно сразу плохо. Ждем Wu Wei. Если он будет лучше, чем Thunder Club, то будет замечательно. Но смогут ли время. Замечательный куб на уровне всех топовых моделей рекомендую. Но Ulong 2M тоже не забывайте. Они примерно на одном уровне. Чуть полегче, чуть потяжелее. Что выбирать, думайте сами. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры